МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 2003 года она руководила вокальным хором «Непоседы», который впоследствии переименовали в «Сударушку». На счету коллектива десятки вокальных побед. Они стали лауреатами конкурсов в Республике Коми, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах России. Есть и международные награды. Одна из них в номинации «Лучший творческий коллектив», присужденная на международном конкурсе фестиваля «Золотой Олимп» в Греции. И это только часть заслуженных побед. Такую же высокую награду за заслуги в развитии культуры а также сохранении многонационального культурного наследия была удостоена заведующей отделом комикультуры и этнокультурного центра Ольга Косюбанская. Приоткрыли дверцу истории. Во Дворце культуры Арктика сотрудники Пустозерского музея презентовали фильм «Открыватель тайн Пустозерска» об археологе Олеге Овсянникове и его исторических открытиях на территории Денинского автономного округа. Создателем фильма стала режиссер Денинской телерадиовещательной компании Мария Кравченко. Здесь мы видим очень интересный предмет с зарубками. Еще мы точно не знаем, что такое это. Может быть, оршин, деревянный оршин. Эти уникальные кадры, сделанные в 1995 году во время археологических раскопок первого заполярного города, легли в основу документального фильма «Открыватель тайн Пустозерска». И наконец-то мы начинаем. И вдруг оказывается, что фильм не просто об археологах, а именно о конкретном человеке. Я стала всех пытать, вот, ее пытала. Это кто? Это зачем? Это почему? Вот в чем ценность? Он говорит, первый. «Открыватель земли Ненинской» так в шутку называет главного героя своего фильма режиссер Мария Кравченко. Действительно, археолог Олег Овсяников был первым, кто начал археологические раскопки Пустозерска, в результате которого ему в прямом смысле слова удалось докопаться до 15 века. Но в один из прекрасных дней я приехала действительно на городище, в Пустозерск, это видеокамеры. Только-только мы ее осваивали, только-только я научилась нажимать кнопки. И Олег Владимирович так изумительно провел эту экскурсию. Как раз была видна вся стратеграфия, как раз были видны все эти слои. Там работал доктор Карпелан в это время, и он занимался этой стратеграфией. И вот они нам показали и 20 век, и 19, и до 15. Именно Татьяна Журавлева, бывший директор Краеведческого музея, сняла те исторические кадры, которые 22 года спустя возвращают нас в место интересных находок. Одна из них – жилищно-хозяйственный комплекс самой начальной поры в истории города. И вот здесь мы обнаружили остатки этого сруба. Этот сруб возник тогда, когда здесь был лес. И он был поставлен прямо на корни срубленного огромного дерева. Кроме хозяйственных построек, Олегом Овсяниковым были обнаружены другие интересные находки – изделия из кости, дерева, металлические предметы. Но это только часть найденных артефактов. Ведь археолог вел раскопки и на других территориях региона. В городище и святилище на реке Гнилка, где было найдено 2000 древних предметов из стекла, меди, железа, кости. А также в Ортинском городище, где по тысячам раскопанных артефактов Олег Владимирович разгадал тайну загадочного племени Сихиртя, которые проживали по обе стороны Урала в Доненецкий период. Тот народ летописный, вот такой мифический, светловолосые, низкорослые люди, которые жили в полуземлянках, считают ненцы, что они там, под землей, передвигались на мамонтах. И этот народ, который связан с металлом, действительно, на раскопке каждого года доказывают нам, что действительно древние металлурги здесь у нас жили. Археология, она в первую очередь открывает и приоткрывает нам какие-то, туда заглядываем и какие-то интересные для себя вещи откапываем. Мы понимаем, что в древности у нас здесь жило очень высокоорганизованное население, потомками которого мы являемся все с вами. При открытии эту историческую дверцу сотрудники Пустозерского музея решили для всех жителей округа и страны. Фильм об археологе Олеге Овсяникове и его исторических открытиях скоро увидят зрители телеканала «Север». А в дальнейшем его будут активно использовать на выставках, занятиях краеведческих кружков, семинарах и научных встречах. Первыми фильмы «Открыватель тайн Пустозерска» уже посмотрели окружные историки и краеведы. Она знала более 400 плачей, песен, пословиц, частушек и других произведений русского фольклора. В этом году нашей талантливой землячке, печорской сказительнице Маримьяне Голубковой, исполнилось бы 124 года. В честь дня рождения во Дворце культуры Арктика собрались неравнодушные к ее жизни и творчеству люди. Я не жизнь жила, горе мыкала, по чужим людям да по работушкам. Утром рано была разбужена, вечер поздно была уложена. Зоя Шалькова прочитала со сцены причитание, записанное со слов Маримьяны Голубковой. В нескольких строчках раскрыта вся тяжелая жизнь, простой, но при этом очень талантливой деревенской женщины. В 16 лет ее выдали замуж в Пустозерске. Как рассказывала Маримьяна Романовна, до самой свадьбы я не видала жениха в глаза. Бил меня муж смертельно. Второй раз она вышла замуж за человека намного старше себя. Родила 17 детей, из которых выжило лишь шестеро. Работала в колхозе, активно участвовала в общественной жизни села. И бережно хранила золотые россыпи словесного искусства. У нее была отменная память. Она все это очень много помнила. И вот поэтому, как бы, это ее вот песенная книга, она была у нее в голове. Она, как говорила про себя, песенная книга у меня немала. То есть я помню все, знаю. Ну вот в чем и ценность-то, что у нее была очень хорошая память. Песенной книгой Маримьяна Голубкова называла свой огромный запас произведений устного творчества. Позднее это творчество высоко оценил молодой журналист, поэт и фольклорист Николай Леонтьев, который в 1937 году приехал в деревню Голубкова, где и познакомился с деревенской сказительницей. Знакомство Голубкова и Леонтьева переросло в творческое содружество, в результате которого в газетах Нарьяна Виндер, Правда Севера, в Альманахе Север появились сказы Маримьяны Голубковой, сначала в записи, а потом и в литературной обработке Леонтьева. Уже в 1946 году они, как соавторы, опубликуют свою первую повесть «Два века в полвека», которая была положительно оценена читателями и критикой. Маримьяна стала членом Союза писателей СССР, а ее произведения были переведены на многие языки мира. Каждый год в памяти известной сказительницы сотрудники этнокультурного центра проводят фестиваль «Маримьянины встречи», в котором принимают участие творческие коллективы, ансамбли, дуэты и ее родственники. Среди них Руслан Михеев. Родом я из Наринмара, родители из Голубковки. Маримьяна Голубкова будет, получается, по Фоме, она вторая жена Фомы, и нам будет далекая родственница родителям моим, дедушки и бабушки. А Фома, получается, кто? А Фома прямой, он будет прадеда, деда. Все понятно. А жена, рассказывали вам родственники ваши родные? Ну, так, как бы, немного, но знаю, что была такая сказательница. А сегодня что будете исполнять? Сегодня вот исполню нагреши, по ее теме, и частушки будут. Кроме песен и частушек, со сцены Дворца культуры Арктика прозвучали отрывки из литературно-художественных повествований и сказок. Всего на «Маримьяниных встречах» выступило более 70 артистов. А это значит, что творчество нашей талантливой землячки будет жить долго. С первым весенним теплом, закравшимся в Ненецкий округ и зимней спячки, вышел житель Наринмара – бурый медведь Миша. Как и полагается, долгую разлуку отметили большой встречей. Косолапому вольерный комплекс заповедника Ненецкий пришли многочисленные гости. По словам сотрудников природоохранной организации, с каждым годом друзей у Михаила становится все больше. В этом году Мишка проснулся 23 марта, а уснул 9 ноября прошлого года. За четыре с лишним месяца спячки фигура Потапыча не изменилась. Бурый весит около 300 килограммов. Сегодня Михаилу уже 25 лет. Кстати, те, кто еще не поприветствовал Михаила после его пробеждения, могут сделать это в любой день с 9 часов утра до 5 вечера. Продолжение следует... Продолжение следует...